Прощание с Караченцовым состоится в Театре Ленком 29 октября. Знаменитый советский и российский артист Театра и кино Николай Караченцов всего один день не дожил до своего 74 дня рождения. Актер в последние дни тяжело болел, так, он перестал вставать с постелей и нуждался в постоянном контроле со стороны медиков. Причины смерти Караченцова Как сообщил сын артиста Андрей, у Караченцова отказали почки. Он скончался вчера в московской больнице. Ранее врачи обнаружили у актера неоперабельную опухоль в левом легком. Долгое время он лечился в России и выезжал на лечение в Израиль. В начале октября Николай Караченцов попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Супруга знаменитого российского актера Николая Караченцова, который скончался утром в пятницу, 26 октября, не дожив всего один день до своего 74 дня рождения, Людмила Поргина назвала причину его смерти. По ее словам, у артиста на фоне тяжелого ракового заболевания произошло воспаление легких, а затем отказали почки. Когда состоится прощание с Николаем Караченцовым? Печальную новость сообщил сын артиста, Андрей. Еще в начале октября Николая Караченцова госпитализировали в больницу с воспалением легких. А в 2017 году у актера диагностировали и опухоль правого легкого. Прощание с Караченцовым состоится в Театре Ленком. Когда похороны Николая Караченцова? Прощание с умершим актером Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, в Московском Театре Ленком, где многие годы трудился артист. Церемония состоится на сцене главного зала театра. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Позже стало известно, что Николай Караченцов будет похоронен на шестом участке Треякуровского кладбища рядом с местом захоронения космонавта Георгия Гречка, сообщили в ГБУ ритуал правительства Москвы. Прощание пройдет в Ленкоме с 10 часов до 13 часов. В 12 часов начнется открытая панихида, которую смогут посетить все желающие. Стали известны последние слова Николая Караченцова. Последние слова знаменитого актера Николая Караченцова, скончавшегося в пятницу утром в больнице, были о венчании. Артист перед смертью обратился к своей супруге Людмиле Поргиной, сообщает МК со ссылкой на ряд телеграм-каналов. По словам Поргиной, Караченцов, у которого отказали почки, держался до последнего. Жена артиста добавила, что он был очень сильным человеком, и физически, и духовно. Биография Николая Караченцова Николай Караченцов, 27 октября 1944 года, 26 октября 2018 года Г.Г., был коренным москвичом, успешным театралом и киноактером. Он являлся разносторонним артистом, умел петь, участвовал в озвучке мультфильмов и иностранных фильмов. Отцом артисту приходился знаменитый в РСФСР художник-иллюстратор Петр Яковлевич, многие годы посвятивший работе в огоньке. Мама артиста была балетмейстер Янина Евгеньевна. Ранние детские годы артиста проходили недалеко от чистых прудов. В семилетнем возрасте Янине Евгеньевне пришлось отдать его в интернат при МВТ, Министерство внешней торговли, потому как она часто бывала в командировках. Николай Караченцов был примерным учеником, дорос до партийного активиста. Он рос творческим человеком, как и его родители. В детстве хотел заниматься балетом, но мама не разрешила, посчитав, что сыну нужно найти более мужественное занятие, и начало приобщать его к спорту. В старших классах Николай Караченцов был членом творческой группы «Актив», старался никогда не пропускать занятия в школьной студии самодеятельности. Окончив среднюю школу, он с первого раза был зачислен в школу и студию «Примхат» к Виктору Манюкову. С тех пор началась его карьера артиста. Автокатастрофа – болезнь и последние дни жизни Николая Караченцова Николай Караченцов попал в жуткую автокатастрофу на своем автомобиле в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда ему позвонила супруга, сообщила о смерти своей матери. Артист был на даче, немного подвыпивший. Он сел за руль своего автомобиля, не пристегнулся и поехал к жене. На обледенелой трассе Мичуринского проспекта в столице из-за превышения допустимой скорости его машину занесло. У артиста была сильная ЧМТ, его экстренно госпитализировали, тут же сделали трепанацию черепа, операцию на головной мозге. Через некоторое время его перевезли в институт Склифосовского, и там он находился в коме 26 суток. Затем был очень долгий процесс выздоровления. Только через два года он предстал на сцене. Весной 2011 года речь артиста улучшилась, и его немедленно отправили на лечение в Израиль. Первую половину 2013 года он провел в клиниках Пекина, и уже осенью смог сыграть в небольшом эпизоде в киноленте «Белые росы». Возвращение Со дня той страшной аварии прошло практически 12 лет. И вот, в прошлом году 27 февраля вновь Николай Караченцов попадает в ДТП. В этот раз за рулем автомобиля была его супруга. Авария произошла в П. Загоренский, Подмосковье, Щелковский район. Их машина столкнулась с газелью, перевернулась. У Николая Караченцова было сотрясение мозга, и его госпитализировали, но уже 3 марта выписали. В сентябре врачи обнаружили в его левом легком опухоль. В этом месяце его доставили в Московскую онкологическую больницу номер 62, где сегодня, 26 октября, он скончался. Семья Николая Караченцова У Николая Караченцова есть по отцовской линии младший брат, Петр, 1956 граммов.р. Он работает художником. Людмила Поргина, 24 ноября 1948 года, г.р., является заслуженной артисткой России. Она с 1 августа 1975 года оставалась верной супругой Николая Караченцова. Сын артиста Андрей, 24 февраля 1978 года, г.р., является успешным адвокатом, гендиректором культурного фонда своего отца. Женат на Ирине, 14 мая 1978 года, г.р., которая родила ему троих детей.